К этому шуму Владимир Вальтер давно привык. Нательной живописью он занимается более 30 лет. Сначала колоть другим боялся, учился на себе. Первый рисунок сделал в 18 лет в армии. Сейчас у него тату-салон. Самые сложные татуировки – это графика. Потому что тело – это не плоский лист бумаги, и параллельные линии, и точечки. Все, что кажется, можно провести по линейке на бумаге. На теле – это сложно. Снимать руки. Светлана Завьялова наколола уже пятую татуировку. Первую набила в 17 лет. Рисунки выбирает по принципу «понравилось – сделала». Против только родители. Они считают, что у девушки могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Учусь несправеда, но, я думаю, в моей профессии не помешает вообще никак иметь на себе какую-то картинную галерею. С татуировками главное не переборщить, говорят психологи. Иначе может появиться тату-зависимость или сильнее болезнь. Человек делает первую наколку, а потом не может остановиться. Хочет любой ценой выделиться из толпы. Я есть, я другой, меня все видят, на меня все обращают внимание. Во мне что-то новое есть, необычное, драйв какой-то, что-то загадочное. Вот с этим. И когда ослабевает это ощущение от того, что уже татуировка, ну, ни у кого не вызывает такого внимания, таких чувств, нужно все время, это как наркотик. Вот наркотик тоже дает такое ощущение человеку, эйфории какой-то. И надо все время дозу. Сейчас Владимиру 57. Рисунками покрыты его руки, плечи и ноги. Говорит, места на теле еще много, поэтому останавливаться не собирается. Правда, в тату-зависимость он не верит. Говорит, просто нравится. Николай Палаев, Александр Королев, Валерий Богословский. Новости. Телеобъектив. Новости. Новости. Новости.